доброго времени суток детишки ребятишки сегодня обзор будет на прототип а в тактикуле это у нас sms это мгл и капица многие просили снять что-нибудь чтобы рассказать про эти пушки что как какие ощущения испытываю я после использования и как часто приходится их использовать насколько с ними комфортно играть поэтому начнем давать по порядку начнем по порядку это у нас с вами sms 41 я пока не очень часто с ней играю я играю исключительно на снэке потому что у снэка как мы знаем у него 30 процентов скорости бега и прицеливания и плюс дальность обзора скорость бега и прицеливания это очень важно потому что пушка тяжелая и бегает он очень медленно ну любой персонаж вот это допустим или вот этот поэтому самое выгодное это снэк либо если нет снэка можно играть на варге у нее тоже скорость бега прицеливания ну и так далее сейчас я покажу как на ней играть по стандарту как всегда заходим в режим тренировка это захват сумки самая обычная самая стандартная карта ничего особенного для бега я меня оружие на ближний бой наружием лишь него боя у меня пока только белые модули поэтому тут надо концентрироваться прям максимально скорость перезарядки конечно лучше играть лучше играть со всеми прототипами исключительно на какого блять зовут на дэвиде у дэвида скорость перезарядки улучшенная ну и как бы ускоренность не лучше на ускоренная как бы играется довольно таки классно кстати там можно ну на эсэмэске не получается и могу показать на как мышка это показать в общем вот эту катушку видите вот примерно вот в этой области идеальная точка для захвата цели все что дальше это уже практически вот наугад прицеливаешься поэтому в принципе в теории и на практике если ты видишь врага почти за экраном день там попасть в него можно то есть это даже на ну я играю на компе я зажимаю левую кнопку мыши секунды две жду и в принципе я у меня есть время навестись допустим вот этот ящик или вот попробуем промахнулся сейчас вам на своем примере покажу что в принципе за зоны отрисовки карты вот я показал я не сводь но я не могу прицелиться нормально там проваливается у меня прицел куда пропадает убил попробуем этого промахиваюсь то есть это все в ручном режиме но попасть в теории можно во сумка бежит в теории попасть туда можно либо ты я криворукий что скорее всего более чем возможно ну красиво красиво вы поняли логику переходим к следующему вооружению следующее вооружение это у нас мгл 39 это гранатомет подствольный но барабанного типа точнее я модули поставил фиолетовый уже давно года два назад то есть для золотых я даже не пытаюсь дойти смысла но нет то есть тут плюс четыре патрона у меня будет и за это надо заплатить много этих чертежей плюсы к радиусу взрыва ну как бы либо вот таком есть дистанция стрельбы то есть я получается по факту во всех ветках по 2 то есть я вот скорость перезарядки я перестал ставить можно принципе поставить на если играешь на доведет вообще практически моментально перезаряжает на у дэвида еще раз повторюсь у дэвида максимальная скорость перезарядки ну то есть там вообще практически за 2 секунду полностью барабан перезаряжает третий слот у меня это скорострельность почему кстати уже вопрос задали почему меня я не рассказываю про какие моды здесь но я не знаю я не пользовался то есть но я тут я считаю что нужно вот будет первое что про качество скорость перезарядки потому что я играю не на дэвиде а играю на снэке у снэка долгая перезарядка почти четыре секунды или сколько три секунды но это долго считаю поэтому чем чем быстрее будет перезаряжать тем лучше так экипируем я экипировать мгл буду исключительно только на дэвида играть буду только на дэвиде вот сто процентов емкость магазина это не смотрите на прототипы не работает сто процентов емкость магазина то есть как было 6 зарядов плюс там если ты модули поставил плюс 3 плюс 2 снаряда вот смотри модули они будут добавлять снаряды несмотря на то что тут плюс сто емкость магазин тут не будет 6 плюс еще 6 будет просто 6 ну как бы что еще здесь можно показать то есть где на 33 плюс 3 патрона у меня получается сейчас будет плюс 15 радиусу взрыва либо дистанцию стрельбы дистанция стрельбы по факту она не актуальна только она может актуально быть только при защите базы чтобы для тебя просто быстро не могли добежать но я буду играть плюс радиус взрыва чтобы сказать зона покрытия взрывов было больше чтобы наверняка тех кто пытался убежать или что-то еще чтобы наверняка их накрыла плюс 22 процентах скорострельности либо можно поставить сторону скорости прицель прицеливании до поставлю скорость прицеливания пошлите поиграем также по стандарту заходим старые депо захват сумки играем с ботами я сам себя взорвал понятно так бежим бежим но я думаю вы видите и так без меня так вот как это выглядит это очень быстро к слову на снэке это играется еще интереснее но и у нас таки на даче на даче у него получается скорострельность просто молниеносом тун 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 сейчас я вам покажу еще один вариант как можно играть на старом депо я думаю про него уже многие знают получается да у меня можно вот эту позицию занять хочу повторить хочу повторить то что на этом оружие на этом оружие очень решает скорость перезарядки и скорострельность скорость прицеливания скорострельности влияет на то как быстро твои снаряды выпущенные из мгл 39 чё я делаю как 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 быстро из твоей мгл 39 вылетят снаряды и достигнут цели количество патронов влияет также на то сколько у тебя у нас насколько патронов у тебя будет больше шансов убить того кто захватывает или защищает свою точку чтобы начать приступить к захвату точки либо защитить точку от того кто кто ее пытается забрать скорострельность тоже ну я уж ну я думаю каждый понимает для чего и что и как скорость прицеливания отчет еще есть вот скорострельность попробуем со скорострельность то есть я думаю вы помните да как она медленно медленно у меня стреляла так что сейчас прям заходим в тренировочную комнату вновь в одной заходе тренировочную комнату также убираем старое депо играем с ботами сейчас опять наверно подорвусь у меня проблема нет мне проблемы с залипанием кнопки почему-то чаще всего когда захожу в бой у меня почему-то либо спецоружие активируется либо что-то еще не знаю сейчас сейчас я покажу нет это медленно это медленно давайте все-таки датча возьмем разница будет просто колоссальная я как бы знаю что говорю на даче это классно играть очень классно тун-тун-тун-тун-тун-тун так выбираем дача также старая депо вот опять только зашел и сразу сам себя подрываем это раздражает к просто как бы ничего такого не произошло но в минус один уже есть вот я не побегу к ботам почувствовали разницу на даче это очень классно играть плюс сюда если поставить умную бомбу и энергетик это просто разрыв всех шаблонов при захвате при захвате базы вот этот вот этот навык быстро стрелять то есть вот допустим представим вот база просто все кто были в зоне ну кто кто пытался захватить они просто все разлетелись это классно и переходим в 3 к третьему виду вооружения это у нас капица капицу лучше юзать только с дэвидом напомню дэвид у него быстрая перезарядка у него конечно же и естественно у него не стакуются патроны потому что патронов нет вот скорость перезарядки то есть там сейчас я покажу покажу по перкам что я прокачивался про моды дачи моды по модам первый мод я решил сначала хотела вкачать себе редактор к силе толчка но я понял что это бесполезная история когда есть когда лучше точнее качать фазотрон который к силе захвата то есть его можно поднимать более тяжелые предметы то есть всякие но не просто допустим какую коробочку а уже мусорный бак может начать двигать хотя бы либо машину может с легкостью поднять и толкнуть второй перк смысле мод мод конденсатор это 25 к силе захвата то есть тут у меня 55 плюс еще 25 это уже получается 70 правильно сказал 80 это уже 80 80 процентов силе захвата плюс скорость беги пробега при захвате это очень важно скорость бега при захват при захвате у меня до этого было просто кси опять толчка я думал что это очень важно ксиль толчка но по факту нет не оказалось не тут самая выгода это конденсатор фазотрон и гравитационный редуктор это относится ко второму перку у которого есть скорая бега при захвате то есть скорость бега при захвате пожать 15 плюс еще 15 плюс 30 получается 30 процентов скорости бега это очень важно то есть получается мне второй перк второй мод он относится и к первому моду у которого сила захвата и как и к третьему относится то есть получается такое связующий между двумя вот первым и третьим видите ксили так скорости бега при захвате и ксили самой самой самого захвата то есть это очень важно можно протестировать игру естественно это очень классно играть на дэвиде у которого есть гранаты я уже специально под этот попадает прототип прокачал себе гранаты то есть плюс 4 то есть получается у меня их они плюс 3 плюс 3 плюс ну то есть 2 плюс 3 это будет 55 гранат я обычно так играю это очень весело можно поставить умную бомбу но если у вас нет умной бомбы переходим в раздел гранаты и выбираем ту гранату которая желательно больше гранат сами по себе чем быстрее перезаряжается эта история возьму дымовую они дымовую газовую заходим старое депо и вот зачем мне были нужны гранаты я просто кидаю допустим гранату дымовую газовую и могу ей пуляться поймал воздухе сны и скорость перезарядки она просто секунда можно гранату обычную кинуть то есть граната лимонка очень классно отыгрывается на этой карте но на любой карточек абсолютно потому что можно в принципе во первых можно гранатой а вот прибить допустим кидаю гранату и могу возник попасть и куда-то кого-то я имею ввиду то есть можно проводить по своим союзникам попасть наверно это будет сложно это реально сложно попасть гранаты по кому-то но если ты принад приноровился на то в принципе можно можно реально вот к силе захвата я говорил вот я могу бегать примерно с такой же скоростью да ты вообще скорость почти не меняется то есть я могу поднимать любые предметы бегать то есть это очень классно то есть можно прям пуляться без каких-то неудобств так сказать но это прикольно можно поднимать бетонные блоки из такой же примерно скоростью бегать защищаясь из поэтому очень сильно важно скорость бега при захвате и сила захвата чтобы не было никаких проблем ой прости братан и ты прости но как-то так итак подытожим имея у себя на аккаунте три прототипа могу сказать так на постоянке можно пользоваться только смс кай потому что это очень приближенное оружие к снайперкам я любитель снайперок да тут надо делать все механика и своими руками все это прицеливаться на компе это гораздо удобнее чем телефоне миллион процентов даю за это хотя каждому свое может это больше к телефонам привык гранатомет он актуален для тех кто надоел стрелять бегать с автоматов чисто разнообразить геймплей я юзу его чисто разнообразить геймплей раз в месяц на пару боев раньше я играл на нем очень часто с ним с играл очень часто потому что когда ты бегаешь постоянно с автоматами дробовиками это быстро надоедает и короче первые два получается перу до прототип это sms и мгл стоит по 2 миллиона 700 если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь я уже не помню сколько стоит мгл и это первое что я купил себе на аккаунт вот вчера я купил себе sms за 2 миллиона 700 а месяц назад два месяца назад купился капицу капица говорю прикольно тоже она очень реально прикольно но на ней тоже играть на постоянной основе ну надоедает надоедает потому что часто появляются задания тип там убей трех противников там да и так далее но все все твои убийства с помощью предметов не засчитываются как убийство убийство сделанные тобой они считаются как несчастный случай то есть по факту ты можешь убить там 20 человек да с помощью предмет какого-то а в после боевой статистике тебя будет написано там 0 убийств просто потому что они ты убил а предмет который кинул ты как бы тлойка конечно непонятно почему если я поднял предмет и кинул в кого-то это не считается за мое убийство но если я кинул гранату граната с детонировала и предмет попал в голову человеку считается что это мои убийства есть то же самое то же самый случай только другими так сказать методами я кинул гранату граната взорвалась там коробка отлетела в голову врагу считать что я кого-то убил но если я взял к пиццу и этой же коробкой кому-то по башке зарядил это считается как несчастный случай не идет к тебе как на ну короче в таблицу убийство не правильно сказать короче вот так вот такая история кстати кстати к слову не думайте что если вы купите себе прототипы то прототипы будете использовать в королевской битве в королевской битве и в подвале в подвале ни одно из этих вооружений абсолютно не актуально ни одно и даже даже мгл с быстрой перезарядкой очень тяжело вблизи около себя прицеливаться по врагам потому что все все враги все зомби практически к тебе в упор и твоя взрывная волна она либо тебя просто пришибает или еще что-то про к пиццу в подвале я вообще не говорю потому что там нет ни одного предмет который можно поднять и кидать если было бы такая был была такая возможность я бы только с капицей бегал просто мотал бы этим предметом влево вправо и всех убивал вот а sms к она слишком долго в перезарядке то есть не даже не перезарядки а скорости прицеливания мне кажется даже если бы золотые моды она просто не актуально один выстрел там в 2 секунды в то время когда я за 2 секунды могу убить там 3 5 из пулемета врагов то есть не актуально вообще то есть ни один из прототипов в подвале не актуально а в королевской битве нет такого оружия но ты ни одного из прототипов которые можно использовать там просто отсутствует функции и слава богу потому что проще ну не то что проще правильнее будет поиграть на обычном оружие чем играть на прототипов которые с чуть ли не с одного удара урона может нанести тебе кирдык всем спасибо за внимание можете поставить лайки и дизлайки комментарии если есть на это желание я читаю эти комментарии все ваши есть сейчас я видел 4 человека написали буду откровить немного просто 4 человека написали что почему типа когда-то когда ты снимешь видос про обычное оружие я думаю уже снять про обычное оружие типа вот это про п90 пропи 90 счет не поправит аа 12 про а rx 160 про л 96 а 1 и про м 60 но единственное но единственное я очень редко на обычных сейчас пушках играю руки не доходят но я прислушаюсь к вашему мнению поэтому как только на этом видеоролике будет хотя бы 1000 просмотров и 30 лайков это не так-то и много в принципе я сразу выпускаю в течение там месяца даже меньше в течение двух недель по столько я наберу это количество я выпускаю новый видеоролик как бы вот и все всем спасибо за внимание желаю всем добра здоровья предстания до свидания